Скорпинообразные рыбы, к которым относятся терпуги, отличаются одной крайне неприятной особенностью. Многие из видов, которые принадлежат к этому обширному отряду, они ведут малоподвижный придонный образ жизни. И у них в спинном плавнике обычно имеются острые шипы, в основании которых расположены ядовитые железы, которые при надавливании на этот шип выпрыскивают яд из группы нейротоксинов. Этот яд вызывает сильные болевые ощущения. Я имел несчастье наткнуться на спинной шип у нашей черноморской скорпены. Сказать, что это больно, это значит ничего не сказать. Но, видимо, даже эти ощущения не идут ни в какое сравнение с теми, которые возникают при уколе об шипы, так называемой бородавчатки. Это скорпенообразная рыба, которая обитает в прибрежных зонах западной части Индийского океана, у побережья Филиппина, Австралии. И она принадлежит к числу самых ядовитых рыб, чей яд обладает самым сильным действием. Это довольно крупная рыба, около 40 сантиметров длиной. И у них, их неприятная особенность состоит в том, что они часто зарываются в песок в прибрежье и при отливе остаются на суше. И люди, поскольку они очень малозаметны благодаря покровительственной окраске, человек легко может наступить на такую рыбу. В результате укола в течение нескольких минут, иногда до получаса, боль начинает нарастать и достигает такого состояния, когда человек просто у него затемняется сознанием, может привести это к потере сознания, к сердечной слабости и даже смерти. Если укол произошел в какой-то крупный кровеносный сосуд, то смерть часто наступает в течение 1-2 часов. После этого человек, если он все-таки избежал смерти, он в течение нескольких месяцев остается больным и выздоравливание затягивается на много-много месяцев. К счастью, терпуги не принадлежат к числу придонных малоподвижных рыб. Они отличаются от большинства скорпеновых именно своим активным образом жизни, поэтому у них нет нужды в таких страшных приспособлениях, как ядовитые колючки. Поэтому наши рыболовы могли без опасения снимать их с крючка.